Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Размер минимальной пенсии с 1 августа. В этом выпуске, для начала, сообщим важную информацию относительно повышения пенсии. В следующем месяце, а далее, ответим на вопрос о том, как изменится размер минимальной пенсии с 1 августа. Начнем по порядку. И сперва напомним о затянувшейся ситуации с восстановлением индексации пенсий работающим пенсионерам. Уже много лет разные представители власти пытаются вернуть полноценную индексацию пенсий работающим пенсионерам, но это никак не получается. По последней информации, как и прежде, власти продолжают работать над этим вопросом, но решения так и нет. Почему властям так трудно дается решение вопроса, и на какую индексацию в конце концов смогут рассчитывать работающие пенсионеры, пока неизвестно. Мы считаем, что индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно вернуть как можно быстрее. Далее сообщим последние новости относительно повышения пенсий в следующем месяце. Итак, в следующем месяце, с 1 августа 2021 года, повышаются, во-первых, пенсии работающих пенсионеров. Но это будет неполноценная индексация пенсии, которую, как мы сообщали выше, пока так и не восстановили, а всего лишь перерасчет пенсий. Размер прибавки будет зависеть от даты оформления пенсии и количества накопленных в 2020 году пенсионных баллов, которые формируются из отчисления от зарплаты. Во-вторых, пенсии работающих и неработающих пенсионеров, на сумму индексации накопительной части. Точная сумма надбавки будет зависеть от инвестиционного дохода по итогам 2020 года. Как видно, полноценного повышения пенсии всем пенсионерам в следующем месяце не запланировано, но ситуация может измениться, так как, впервые за последние годы, пенсии в реальном выражении, то есть, с поправкой на инфляцию, не выросли, а упали, и, что еще более важно, продолжают уменьшиться. Рост инфляции в начале года привел к существенному снижению размера реальных пенсий россиян. В мае пенсии снизились на 0,5%, сообщает Росстат. Так, в феврале снижение реального размера пенсий составило 0,1% в годовом сравнении, в марте – 0,2%, в апреле – 0,1%. В мае размер реальных пенсий снизился уже на 0,5%. При этом номинальный средний размер пенсии в мае составил 15 806 рублей и увеличился на 5,5% по сравнению с маем прошлого года. Согласно апрельским данным Росстата, из-за ускорения темпов инфляции в первом квартале текущего года, пенсии россиян сократились в реальном выражении. В феврале падение составило 0,1%, а в марте – 0,2%. При этом средний размер пенсий рос все время. В январе, например, он увеличился на 0,4%. Однако в январе 2020-го его рост составлял 3,2%. Мы считаем, что власти должны срочно повысить пенсии, хотя бы выше реальной инфляции в стране, как они обещали, перед проведением пенсионной реформы. Иначе данную реформу необходимо отменять. Но, конечно же, намного лучше было бы, если пенсии были бы повышены значительно выше инфляции и доведены до достойного уровня, чтобы люди увидели, что пенсионный возраст был повышен не просто так, а действительно во благо пенсионерам. Хотя, по нашему мнению, в связи со всеми последними событиями, пенсионный возраст необходимо вернуть в прежнее значение, а пенсии значительно повысить. Если вы согласны с нами, то ставьте лайк и распространите это видео, чтобы как можно больше граждан узнали о такой необходимости и поддержали нашу идею. Так как, только с привлечением большего количества граждан, можно донести свою позицию до представителей власти. Также, обязательно пишите свои предложения по решению данной проблемы, и ваше мнение, на сложившуюся ситуацию и оценку пенсионной реформы. Теперь более конкретно, перейдем к основной теме выпуска, а именно, сообщим про минимальные пенсии. Минимальная пенсия в нашей стране не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера. Всем неработающим пенсионерам в 2021 году, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии, до величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания. В России установили величину прожиточного минимума на этот год, в размере 11 653 рубля, сообщается на сайте правительства Российской Федерации. Прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля. Для пенсионеров прожиточный минимум установлен в размере 10 022 рубля. Для трудоспособного населения 12 702 рубля. Для детей 11 303 рубля. Напомним, что с этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как было до этого. Кроме того, сейчас величина минимума зависит от медианного среднедушевого дохода по стране. Раньше ее определяли, основываясь на расчете стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину. Как видно, величина прожиточного минимума пенсионера в 2021 году в целом по Российской Федерации увеличилась и составляет 10 022 рубля. Но в каждом субъекте Российской Федерации свой размер прожиточного минимума пенсионера. Если вам интересен размер прожиточного минимума пенсионера в вашем субъекте Российской Федерации, напишите его в комментариях, а после мы ответим в отдельном выпуске или в вашем комментарии. Так, например, в Москве, социальные выплаты и минимальная пенсия, с учетом городской надбавки, увеличены на 3,7%, уже с 1 января 2021 года. Неработающие пенсионеры, живущие в Москве не менее 10 лет, с января теперь получают не менее 20 222 рублей в месяц, вместо прежних 19 500 рублей. На наш взгляд, это совершенно несправедливо, по отношению ко всем другим российским пенсионерам, так как минимальные пенсии в их регионах зачастую значительно меньше, при этом затраты почти сопоставимые. Мы считаем, что необходимо довести минимальные пенсии всех россиян до московского уровня. Если вы согласны с нами, то ставьте лайк и распространите это видео, чтобы как можно больше граждан узнали о такой необходимости и поддержали это. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи.